Время три часа дня. В студенческом общежитии почти пусто. Все на учебе. Специальная комиссия решила осмотреть условия проживания в общежитиях. Главное требование к проживающим соблюдение чистоты в комнатах студентов. А это компьютерный класс. Здесь студенты выполняют домашнюю работу. А для свободного времени выделен целый спортзал. Коменданты общежития говорят, вечером в спортзал стоит очередь. А в этой комнате живут девочки. Студентка Айнура Каратаева из Толюбийского района за проживание в общежитии за год платит 29 тысяч. И эти деньги, по сути, идут за коммуналку. В ходе знакомства с общежитиями, а мы только начали, мы видим, что условия есть. И нужно, чтобы эти условия для студентов были еще лучше. Главное порядок и следить, чтобы каждый студент жил в комфортных условиях. А это недавно открывшийся дом студентов педагогического института. Здесь, как шутят студенты, они живут как в Хогвартском университете. Общежитие в 12 этажей, в каждой комнате душ, туалет, интернет. В общем, все удобства. Здесь на каждом этаже кухня, столовая. Студенты за все эти удобства также платят около 3 тысяч тенге в год. Родители сначала боялись оставлять меня тут, но потом я поняла, что тут безопасно и комфортно. А главное, учебе не мешает. Только за один день специальная комиссия обошла три общежития. В планах знакомства с местами проживания студентов не только в городе, но и осмотреть студенческие общежития в районах. Шутин Саидов, Константин Исупов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.